Так, всё, запускаем. Запись ввода. И вот то, чего я сегодня ждал. Всё, вот если мы сейчас это посмотрим, план по доте у нас будет выполнен. Самая интересная игра за все прошедшие дни, абсолютно. Игра, которая покажет, кто чуть сильнее. Так, ещё хочу один тест небольшой сделать. Открою параллельно в ППЛайве, потому что там нету такой рекламы. Но тут всё равно пауза. Итак, посмотрим. ДК, Пик, Undying, Лина, Свен, Луна и Рубик. Боже мой, ДК, что они пикнули. Пик, Оранж, Никс, Сирена, Твинхед Драгон, Квин оф Пейн и Эвентранер. Так, кто играет за Оранжей? За Оранжей. Муши должен... Ну, Муши, Яматех, Экстинкт. Муши есть. Ну, и Ксу, скорее всего, у них пятый игрок. Ну, и состав ДК полный. Их состав Ротк, Супер. Стан, отличный от Свена. Муши поднимают воздух, станут... О, Лина не успевает застанеть Квапу. Квапа уходит. Муши спасся, садится в ветки, отхиливается в ласке и паузу. Так, давайте. Давайте вот этим стримом воспользуемся. Если он лагать не будет, то его и оставим. Потому что здесь нет рекламы вот этой сверху. Итак, состав ДК. QQQ, Ротк, Супер, Бёрнинг, конечно же, великий. И... Нет, тут лагает. Тут лагает. Нам нужно переключаться. На стрим с полосочками. В любом случае, пока что пауза. Ну, вот ещё. Нет, это не то. Ещё потише сделай. Да, сделаю потише. Наверное, проще вот так вот сделать уже. Ну, надеюсь, эти полоски сверху не будут критичными. Ну, вроде когда они закрывают самый верх, к сожалению, вот эта третья строка вот явно лишняя. Какая-то бегущая строка, я не знаю, субтитры, видимо, для слабослышащих. В Китае очень сильно заботятся о Доте, поэтому даже для людей с ограниченными возможностями сделали бегущую строку. Ну, скорее всего, это просто гадская реклама, никому не нужная. Боже, она и четвёртой строкой полезла. Да вы чё, охренели, что ли? Чё за стена текста? Я вообще не понимаю. Это можно как-то, может, отключить? Кнопки какие-то. О! Ха-ха, это действительно можно отключить. Выехали. Закуху, и ФБ забирает МАМАЙ. На хосте, Рубик. Да, вот как раз-таки МАМАЙ я, по-моему, не назвал. Последний игрок команды ДК. Ну, и состав Оранж, Муши, Яматех. Экстинкт. Куху. И... И-и-и-и-и-и. И Бёрнинг. Яматех играет, как всегда, на сирене, потому что Муши забрал себе квапу. Ну, всегда, когда Муши берёт квапу, Яматеху приходится отыгрывать на каком-то другом герое. И очень часто он как раз-таки забирает сирену. Ну, ему отдают эту сирену. Так, всё у нас норм. Я полиглот. С чего это такой вывод, интересно? Включили нам крепстаток. Итак, 1-0 в пользу ДК. ДК решили сыграть через саппорт Свена. Ну, даже это не совсем саппорт Свен. Это соло... Это мид Свен с поддержкой Лины против квапы. Это очень интересно. Ну, потому что, если квапа попадает под станчик Свена, фактически гарантированно она попадает под станчик Лины. И потом ещё пару ударов в каст и забирают Муши ДК. Как она там очутилась, непонятно. Ну, вот как раз-таки 2 стана минус квапа. Свен включает реген. Ну, что ж, пока что всё очень плохо. Нету Айс Айс Айса у Оранж. И, конечно, это печально. О, сейчас могут забрать ещё и ВР. Нет, уйдёт ВР-ка. Однако, Бёрнинг опасен. Естественно, ДК являются одной из команд фаворитов. Ну, а вот Оранж что-то как-то совсем невнятно начинают. И Муши Фиданул. И ДК, конечно, нельзя позволять вот такие вот вольности. Потому что потом они просто не отпустят. Неплохо. Ловят Айс и Экстинкт в лесу. Родка. Да, Айс Айс Айса нету, а Айс есть. Ловят Родка, примораживают его. Даггер квапы и первый фраг команды Оранж. Молодцы. Очень мне интересно, как же в итоге они реализуют-то свой пик. Потому что всё-таки Свен и Луна, но это очень жёстко. Свена законтрить здесь ещё можно, но на это уйдёт, скорее всего, достаточно много сил. Потому что нужно всё время его контролировать, чтобы он не мог драться, держать в какой-то сетке. Но есть же ещё и Луна. А вот Луну контрить гораздо сложнее. Стан. Очень здорово напихали сейчас к вопе. Кью-кью-кью отлично исполняет свою роль. 24 крипа у Бёрнинга, 16 крипов у Яматеха. Что у Муши? 8 крипов, всего лишь 17 у Свена. Да, ДК пока что явно впереди. Их дабл-мит полностью окупается. На сложный они не дают ВР-ке развернуться. 0-0 крипстат. В то же время у них на сложный неплохо себя чувствует андайинг. Не показали нам... Вот сейчас 11 крипов у него. Это... Это очень много. Поднимают Виндранер. Но это минус Виндранер, конечно. Сейчас откатит стан. Прогрызает. Ну, живи, живи. И уходит. Нет, станом добивает его Бёрнинг. Слишком большой радиостана. И Рубик подсветил, дал движение. Нужно было как-то по-другому выбираться. Неплохо. Поймали в этот момент Ротка на сложной линии. Замораживает его Джакира. Но не пойдут уже дальше. Да, нужно разбивать Тамбу. Однако Роток остается. И, возможно, это ошибка. Ай, нет. Слишком много он наваривал силы. Дикэйм. Посмотрите, там 1000 хп максимум. И еще мог захилиться с Ол Рипом. Баламана. В общем, решили не лезть за этим. Ондайнгом. И абсолютно выигрышная ситуация у ДК. Да, у них и Ондайнг чувствует себя хорошо. Свен в шоколаде. Луна в шоколаде. Верка в полной... Неудачная ситуация у нее. В игре до сих пор ноль крипов. И два раза уже умерла. Да еще и Муши ничего не может сделать на миде. Там просто Луна уже развлекает Верку с танчиками. Муши пятый. QQQ четвертый. Ну вот как? Как быть? Когда ты пятый, а там два героя четвертого ловла. И это не исключаю, что... Ой-ой-ой, убили третий раз. Луна с помощью нескольких метких бимов убивает Верку. Вот оно. Маленькое количество хп. Бим. Пару выстрелов. Большой мув спид Луны. От нее убежать очень тяжело даже Виндранер. Потому что под Транквилами... На Транквилах Луна догоняет практически кого угодно. И тем более, что Виндранчик-то там первого левела. Слабенький. Пятый Свен. Четвертая Лина против четвертой Квапы. И что делать, непонятно. Хорошо исполняют ДК. Прямо... Ну и... Реализация у них получше. И, в общем-то, по грамотней линии поставлены. Виндранер вообще ничего не может сделать. Там бьют Квапу. Квапы полхп осталось. Пивается она бутылкой. Первого левела Виндранер. Ксу на своей Виндранерке. Или Кси. Да. Очень тяжело. Дают им немножко подфармить на миде. Квапа выдвигается на топ. Ну, Квапе на топе здесь тоже развернуться не дадут. Рубик с Луной. Ночью. Ну, конечно. Сейчас просто станчик. И забегает сразу два шага вперед. Делает Луна такие. Ну, то есть, если бы почувствовал, что можно зайти... Он просто может зайти и включить Эклипс. У Квапы не будет такого количества ХП, чтобы пережить Эклипс. Украл у Квапы что-то. Все, минус Квапа. Просто разрывает Квапу с Крим оф Пейном. Рубик. Цепляет дальше Виндранер. Попадает по ней станом QQQ. И забирает спокойно Бернинг. Снимают еще и вышку. Печаль печальная. Неужели ДК настолько сильнее своих оппонентов? Да, по сути дела ДК это единственная команда, выступающая в полном составе. Ну, вот из таких грандов. Я извиняюсь. Поймали Андаинга. Ну, опять ведь его не убьют. Конечно. Сол Рип и уходит. Уходит на 200 ХП. Еще и разворачивается. Пробует кого-то здесь поймать. Он слишком... Он просто слишком сильно... Слишком хорошо отфармлен. Хотя имеет 0-2 и два раза его приняли, но он за эти два раза успел получить себе очень высокий левел, в отличие от Виндранер. Не любит показывать нам графики китайские комментаторы, а зря, потому что графики сейчас бы многое сказали. Ну и Свен. Свен 2000. Закупается там, видно, у него все деньги улетают. Наверное, купил ПТ и, возможно, Брейсер под барабаны что-то. Может быть, купил просто Мэджик Вант. Супер чувствует себя отлично. Ну, это заслуга QQQ. Очень большая. Его присутствие на этой линии. Не просто присутствие, а еще и... Показывают вот нам как раз фраги. Три у Рубика. Рубик забирает Яматеха. Два у Луны. Два у Лины. Нет у Свена фрагов. Две смерти у Андаинга. Ну, очень-очень хорошо все. Четыре смерти у ВР. Это печально. Нет, Украина еще... Ну, возможно, и играла, но нам этого не показывали. Во всяком случае. Так, Муши, Муши, Муши. Муши, Матех. Одиннадцатая минута игры. 3-7. Полное преимущество китайцев. Да, и Оранж. Ну, вот они также беспомощно... Ну, даже чуть получше они смотрелись, на самом деле, в Г1 лиге. Там у них был Айсайсайс. И, ну, здесь просто... Просто монстр-фит уже какой-то. На сложный. Больно Ротку. Но Ротка слишком жирный. Он просто какой-то нереальный танк. Ставит Тамбу. Уходит. Возвращается. Дикей. И сейчас еще убьет. Убивает Никса. Вот тебе и Ротк. QQQ также подходит. Слишком много зомбей. Есть ульт у Лины. Это очень опасное для нее. Для ее соперников, если быть точным. Ситуация. Супер. Забрал ДДшку. Включил луль. Сломал вышку. Отходит. Итак, две вышки потеряли уже Оранжи. Там не показывают нам, но дерутся наверху. Луна очень битая. Луну все-таки забирают. Ну, у Бернинга фактически закончено БКБ. 200 монет остается. 200 монет. Это можно пойти сейчас снизу, спушить вышку. И будет БКБ. Ну, либо вернуться на линию 30 секунд там пофармить. Поймали Джакира. Где? Как далеко поймали Джакира. Не уходит. Слишком много урона. Слишком раскачанный Рубик. Да, уже 10 тысяч. Вот если бы это были не Оранж, а просто вот закрыть, я подумал, что с какими-то монголами играют опять. Все-таки, когда одна команда превосходит другую в классе, может все смотреться очень-очень печально для команды, которая уступает. Ну, прям вот, скажем так, две равные команды. Не так часто в доте мы видим. В основном, одна команда просто изничтожает другую. К сожалению, это такова она действительность. Ну, правда, некоторые с переменным успехом. В частности, если возьмем какой-нибудь Старладдер, то там все чуть-чуть более ровно. Но все равно есть свои какие-то фавориты, которые просто не оставляют шансов другим. Здесь же, конечно, ДК с Оранжами расправляется который раз уже. И каждый раз ДК выглядит на несколько голов выше. Даже вот нечего отметить, на самом деле, в их игре такого прямо мега-классного. Ну, потому что они просто на классе выигрывают. Они все свои козыри даже могут сейчас не показывать. Они просто эту игру выигрывают. На классе. Просто убивают сверху, снизу. Лучше расставив линии в начале. Ну, и пик, конечно, у Оранжи тоже. Вот этот вот Никс. Всегда, когда команда выигрывает, Никс кажется, что отличный пик. Но когда команда проигрывает, ты смотришь на эту Никсу и думаешь, зачем его взяли. У Луны уже должно быть закуплено БКБ. Минус вышка. На хосте. Супер. Айс сидит в лесу. Может быть, какой-то план Капкан пробует. Применить. Да нет. Ничего не поможет. Никакие такие вот вылеты Джакира не помогут. Тем более, он сейчас еще и из полиции рискует. Посмотрите, как ММА далеко находится. Он очень-очень сильно... Сзади. Начинается драка. Ультсирены. Джакира очень далеко. БКБ от Луны. Пошел Эклипс. Урона очень много. Минус один, минус два, минус три, минус четыре. Догонит, убьет. Пять в ноль. Да. Ну что тут скажешь? Безоговорочно. Пытались что-то там со сном, попробовать зайти со спины. Ничего не получилось. Джакира умер сзади, четверо умер спереди. И просто уходит отсюда спокойно, забрав две вышки, забрав пять героев оппонентов, получив огромное преимущество. Оно и так у них было, но еще они преимущество свое очень сильно увеличили. Реген Андаэнк видит. Может отдать какому-то битому. Ну, Свен возьмет в бутылку. Не знаю, что посоветовать сейчас. В Оранжем. Пожалуй, что эту игру уже ДК не отпустят. Но слишком большое преимущество. Да, 14 тысяч. Более того, можно посмотреть на героев и увидеть, что Лейта фактически никакого нет. Ну, не сможет Сирена убить Луну со Свеном. Ну, никак вообще. Тем более еще и с Андаэнгом. В данной ситуации. Если бы Сирена была сейчас впереди и имела 6.1, но у Сирены, увы, ах, 0.2, увы, арки 0.6. Очень-очень печально. Хотя, конечно, Сирена, герой такой, тоже боевой и можно всякое сотворить. Но не сегодня и не сейчас, видимо. Да, тут у Луны уже Яша. Как мы видим, и Луна становится еще быстрее. 445 мувспид. Неплохо, правда ли? 3.800 и практически БКБ уже у Свена. Мекку Андаэнга. Вчетвером выдвигаются. Будут кого-то убивать. Нет, уходит Муши на Клопе. Попробую достать и Матеха. Но и Матеха тоже фармит иллюзиями. Использует своего героя по максимуму. Нашли, нашли. Смог исчез, понял, поставил Тамбу. Но нужно чем-то сбить ТП-шку. Сбили ТП-шку станом Свена. И Сольта QQQ забирает Сирену. Интересно, нашел Сирену сейчас Родку. Он просто понял, что смоки исчезли у него. И понял, что Сирена сидит где-то в лесу. Там бой сломал елки. Ну а дальше уже было дело техники. Не отпустить. 5-1, 6-1, 4-0. Краснеречивые статистики. Свен несет себе БКБ-шку. Ну, в общем-то, завтра, если проиграет украинцы, ДК удивительного ничего не будет. А если выиграют, то будет вообще замечательно. Но вот матч с малазийцами будет решающим по-любому. Ну, потому что уже ДК обыгрывают малазийцев. И ничего здесь с 90% вероятностью не изменить. Не настолько равная игра. Опять же, можно вспомнить финал Г1 Лиги. Пресловутый. Где LGD перевернули очень здорово ДК во второй игре. Но там и игра-то была более равная. Да, там у ДК было большое преимущество. Но это преимущество было выстрадано потом и кровью. Заработано. Отличной игрой. А здесь они просто делают, что хотят. Полный разрыв. Рубик своровал у Сирены. Очень полезный крик. Наступает ночь. Берлинг там уже практически с мантой в кармане. И Свен с БКБ. Все готовы врываться. Джакира вовремя сбивается на трючок. Судя по всему, гем есть уже у Рубика. Ломает он варды. Шекл привязывает Ротка. Ротка теряет достаточно много ХП. Не успевает ничего прожать. Неплохо. Ну вот наказали за расслабленность китайцев. Теперь без Андаинга, конечно, нужно отступить. Потому что драться без Андаинга... Но это глупо. Это слишком большое преимущество. Наличие Андаинга в схватке. Отступают ДК. Да, Рот как-то зазевался. И вот его убивает. В общем-то, благодаря игре Ксу. А Ксу... Главный пока что неудачник. Этой игры. Две триста. Остается семьсот монет до Манты. Манты, конечно, будет великолепным решением. Сделать еще чуть попрочнее Бернинга. Даст ему иллюзии. Хотя атаки и так уже предостаточно. Плюс 70 урона, 112 родных. Практически 200 атаки. Это очень неплохой показатель для 21 минуты для Луны. Ну и Свен. Свен со своими скромными 124-мя. Но не забываем про действия ульта. Который дает огромный прирост. 5-18. Пользуются командой ДК. Собираются они в финальную атаку. Ну не в финальную атаку пока что. Нужно додавить последнюю вышку. Уже какая-то привычная для этого турнира ситуация, когда команда, выигрывающая, ведущая в партии, идет пушить. И остается последняя вот эта вышка на миде. Хочу заметить, кстати, что Оранжи не снесли вообще ничего. Ну у них и особо пушеров нету. Хотя, с другой стороны, не сказать, что прям у ДК такие мега пушащие герои, но понятно, что здесь за счет преимущества Луна есть уже Манта. Как-то быстро он так доформил. Возможно, там были стеки Эншентов. Ну потому что реально очень быстро появились эти деньги. Возможно, уже что-то было закуплено. Шекл не попадает на этот раз. Сносит вышку. Ну и что, на Рошана теперь? Да, судя по всему, на Рошана. Аккуратненько отступают на Рошана. Там попробуют, конечно, накрыть. Мы видим, что у Яматеха два брейсера. Арканы, базилка. Ну, конечно, вроде смотрится так, что что-то они могут еще сделать, но шансов очень-очень мало. Сейчас как-то подраться на Рошане, своровать Аегис и разложить ДК, это вернуло бы их, в принципе, в игру. Снести пару вышек. В принципе, если снести, ну, после удачного размена, снести несколько вышек, то можно не просто вернуться в игру, а еще и переломить ход. Но как выиграть этот размен? Как можно это выиграть, когда ты проигрываешь 13 фрагов? Шесть вышек. И все вообще очень-очень плохо. А против тебя еще и Бернинг. На Луне. Так, по-моему, там включился какой-то у меня стрим. Да. Посторонние звуки. У Свена Мом. Ну и заходит на Рошана. Все-таки настал тот час. Оставляет Бернинг иллюзии танковать перед Рошаном. Иллюзии не могут танковать Рошана. Каждая иллюзия, нанося один удар, исчезает. Но, тем не менее. Причем, насколько я понимаю, иллюзия Рошана может убить. И наносит ему первый урон. Потому что недавно в мувике видел, как иллюзия Хаос Найта добила Рошана. Но, тем не менее, используют чаще иллюзии, чтобы потанковать просто. Это хорошо работает. Уорренжи уже готовы заходить и пытаться своровать Аегис. Это будет не очень просто. Тем более, что Луна может включить БКБ перед тем, как заберет Рошана. Посмотрим, так это или нет. Нет, они просто отступили. Это все видели прекрасные игроки команды ДК. Забрали Рошана. Аегис подбирает. Ну, скорее всего, Луна. Ну и все, финальная атака. Финальная атака, которая, если закончится успешно для ДК, мы увидим потерю стороны, как минимум. А возможно, и вообще конец игры. Да, именно такая она, Дота, порой предсказуемая и скучная. Но ничего не изменить. То есть, Оранжи не сдаются, ДК ломиться не будут. Потому что ДК команда опытная и знает, что можно ломиться один раз и слить всю игру, все свое преимущество. Ему этого не нужно. Ой, Стан великолепный. Ульты убивают Квапо. Наказали очень хорошо. QQQ просто замечательно отыгрывает этот матч. Попробуют догнать Финдранер. Рубик, Форстаф. Рубик пробует достать, но не получается у него это. В итоге убивают только Муша. Муша абсолютно незаметен на своей Квапе. Да, Муша очень сильный соло-мид. Очень, наверное... Ну, как Хвост говорил, что в каком-то интервью там или где-то я видел на какой-то трансляции, что, мол, для Дэнди нету там проблемы стоять против Феррари, потому что он против него хорошо стоял. Против Яо вообще никаких проблем. А вот Муша с Яматехом проблемы ему и большие доставили. И один и второй его просто в клам раскатали. Причем самая забавная тема была, что сначала он стал инвокером против Квапы и в клам проиграл, а потом Квапой против инвокера и опять же в клам проиграл. Ну, такое бывает. Но здесь ДК хорошо сделали, они поставили даблу. Ну, я думаю, что не только против Муша. Супер тоже очень хорош. Конечно, у него бывает, что игра идёт или не идёт, и из-за этого... Вёрнинг не нажимает БКБ, его захиливают, он просто отступает, хватает ему ХП. Ну, правильно, не нажимал БКБ, потому что если бы терял Аегис, уже потом можно было нажимать БКБ. Сейчас его отхилят урной. Ну, так вот, Супер тоже очень неплохой игрок, но решили сыграть так. Действительно, Свену против Квапы стоять было бы тяжеловато. Так, Сетка в Квапу неплохо, Рубик своровал, и опять Муша убивают. Свен под БКБ несётся, может быть, стоит включить сон. Нет, Свен под Момом просто стоит под вышками. Никак его не убить. Луна, Эклипс! Минус Никс, Никс тут же выкупается. Ну что ж, 2 в 0, 2 байбека, и будут ДК, скорее всего, отступать. У них нет ультов. Рубик, Сетку на Рубика, он форстап. Сон, отступить-то не дают. Ну, Оранж! Стан, лаги жёсткие, Квапа даёт ульт, скрим, убивают Свена. Луна тоже очень битая, но она отхиливается. Судя по всему, там Доминатор уже есть, потому что с каждого удара дополнительный ХП себе забирает. Более того, есть до сих пор Аегис. 4 в 1 размены, даже Луну не убили. Нет, у Луны нету Доминатора, но чем-то там он смог Бёрнинг отхилиться. Возможно, это были Стики, плюс какие-то Мекки, Сол Рипы. Бёрнинга засейвили, и в итоге убили одного лишь только Супера. При том, что даже если бы убивали Бёрнинга, у него всё равно ещё есть Аегис. Ему не страшно. Его просто хиляют урной по КД. Идут на нижнюю вышку. Будут сразу, не откладывая в долгий ящик, пушить нижнюю вышку. Нет, подходит сюда Джакира и решают отойти. ДК. Тем более, что крипов нету. Ну, посмотрите, у него 6 тысяч. Он сейчас просто купит бабочку. Сходу. И всё. С бабочкой его уже точно не убьёте. Потому что бабочка — это 35% мясов. А про каст он держит, и держит очень неплохо. Две минуты ещё будет Аегис. Ну вот что-то закупил. Скорее всего, да, это бабочка. Прямо ровно 6 тысяч у него ушло. Сейчас продаст Мэджик Вант. Закупил на базе сначала. Поэтому долетел Куро. И вот он, Баттерфляй. 9-1. 7-1. Кью-кью-кью. Великолепно. Кью-кью-кью играет, конечно. Прямо не устаю повторять, что в ДК он открылся совершенно по-новому. Сменил себе... Мне очень не нравилось, как он выглядит внешне, когда я играл за Ехом. Какой-то такой худой усики таракани. Но после перехода в ДК сменил немножечко имидж. Выглядит сейчас гораздо более солидно. Ну и более того, играет гораздо более солидно. Квапа. Undyne культ. Падает потихоньку вышка. Ну спайкает, спайкает стрим. Ничего с этим не делать. Это не лаги мои. Это не лаги ваши. Это спайки китайского сервера Доты. Люди усиренно убивают. Дефит до конца оранжа. Они не хотят... Они понимают, что проиграть сейчас ДК, это значит с высокой долей вероятности попасть на IG. Ну фактически, это либо попасть на IG, либо вообще не выйти из группы. Eclipse минус Nix. Минус Vendrunner. 10-1 у Луны. Гагай пишут. Extinct и игра заканчивается. Что ж, великолепная победа команды ДК. Ну и теперь поставили себя малазицы в очень такую неприятную ситуацию. С какой точки зрения? Что им нужно теперь обязательно обыгрывать украинцев, чтобы выходить в плей-офф. Более того, даже если они в плей-офф выходят, они попадают сразу же в полуфинале на IG. В свою очередь ДК... Задачу выполнили.